Это программа «Израиль за неделю». На исходе каждой субботы я Борис Штерн и мои коллеги рассказываем вам о главных событиях минувших семи дней в Израиле. Добрый вечер. Всю неделю мы как на ромашке гадали. Любит, не любит. Хорошее правительство, плохое правительство. Пройдет вот он конструктивного лапида, не пройдет вот он. Ослабит карантин, усилит карантин. Снять маску, не снимать маску никогда. Идти на демонстрацию или нет. Плюс Цукерберг, глава владелец Фейсбука, со своими идеями. На этой неделе в Фейсбуке запретили отрицать Холокост. Что ж теперь, о нас вообще в социальных сетях писать нельзя. Но это ничего, мы сами о себе напишем что-нибудь, если вдруг. В одном только Совете по правам человека в ООН все было на этой неделе по делу. В состав этой структуры на этой неделе вошли Россия, Китай и Куба. Осталось туда ввести Северную Корею и лично Александра Лукашенко с ОМОНом. Ну, в общем, все идет по плану. Иначе ведь и быть не может. Итак, сегодня в программе «Израиль за неделю». Конструктивное нет. КНЕСЭД провалил вотум недоверия правительству. Оппозиция уверена, что шансов у коалиции нет. Коалиция уверена, что до выборов осталось полшага. Когда и кто откроет избирательные участки в Израиле? На пороге мира. Израиль ратифицировал мирный договор с Объединенными Арабскими Эмиратами и начал переговоры с Ливаном о демаркации границ. Смогут ли в Рамале понять новые правила игры на Ближнем Востоке? Зум навсегда. Израильские дети частично вернутся в школы. Зум обучение продолжится для старшеклассников. Что можно выучить онлайн и как правильно это делать в эпоху пандемии? Классика 2020. Концерты под запретом культуры в Израиле выйдет из карантина в последнюю очередь. Как справиться с отсутствием публики и не потерять квалификацию музыканту, живущему в маске? Наш гость – мировая звезда, дирижер и виолончелист Дмитрий Яблонский. Вы смотрите программу «Израиль за неделю». В общем, уже сегодня все могло быть иначе, если бы в понедельник на открытии зимней сессии Кнессета депутаты поддержали бы главу оппозиции Яйролапида и его конструктивный вотум недоверия правительству. Иначе теоретически. На практике шансов, конечно, было мало, а вот эмоционально все было просто идеально. Ну, как в кино. Ведь почти до последнего момента никто не знал, кого поддержит блок сменного премьер-министра Бенни Ганса, коалицию или своих друзей из прошлого из Ешатит-Телем. Подробности парламентской истории понедельника в нашем материале. Удар по правительству прямо на первом заседании Кнессета нанес глава оппозиции. Яйролапид, лидер блока Ешатит-Телем, выдвинул конструктивный вотум недоверия правительству. То есть правительство в случае его прохождения должно уйти, а депутаты должны получить право сформировать новую коалицию и новый кабинет министров. Инициативу главы оппозиции активно обсуждали еще на прошлой неделе. Ходили слухи, что Кахоль-Лаван, партнеры Ликуда по коалиции, вотум недоверия могут поддержать. Избавиться от Нетаньяу, технически возглавить переходное правительство и стать частью новой коалиции. Но чудо по задумке Лапида не произошло. Вотум недоверия конструктивно оказался нерелевантен. Далеко не все партии в самой оппозиции считают, что кризис разрешится так, как этого хотел бы Яйролапид. Партнеры Яшатит по оппозиции депутаты НДИ голосовали за недоверие кабинету. Но в партии экс-министра обороны Авикдора Либермана объясняют текущую ситуацию иначе, и решение видит другое. В НДИ считают, что Кнессет надо распустить, а для выхода из кризиса на этой неделе предложили свою собственную программу. В коалиции тоже есть свои объяснения о текущем проблемах. Сегодняшняя победа на голосовании – это скорее заплатка, чем гарантия того, что и коалиции, и Кнессет доживут до весны. Но то, что пока все остается как есть – признак того, что минимальный контроль ситуации сохраняется. Так считают в Ликуде. У парламента и правительства по-прежнему остаются две главные проблемы – коронавирус, то есть кризис и карантин, из которого рано или поздно придется выходить, и принятие бюджета, которое намечено на декабрь. Собственно, бюджет и есть та самая причина, из-за которой коалиция, скорее всего, прекратит свое существование уже в декабре. Денис Гольдман, Владимир Плотки, Ближневосточное бюро RTVI. Инициатор конструктивного вотума недоверия Ирлопит не разочарован итогами голосования и методами борьбы с Бенниемином Нетаньяу, который выбрала оппозиция в Кнессете под его руководством. Практически сразу после голосования на первом парламентском заседании зимней сессии мы встретились с ним, у него в офисе в Кнессете, и смогли напрямую узнать, как он оценивает текущую ситуацию и наши перспективы. Добрый вечер. Спасибо, что нашли для нас время в этот сложный день. День непростой. У нас все довольно сложно, но вопрос, что не так в Кнессете, что не так в зале голосования, что не понимают партии, голосуя против конструктивного вотума недоверия. Я думаю, что все все понимают, просто боятся. Нет ни одного человека ни в оппозиции, ни в коалиции, который бы полагал, что эта коалиция работает. И знаете, даже премьер-министр признал это. Это же сказал прямо на неделе исполняющий обязанности главы правительства. В чем причина того, что это правительство не работает? Потому что они все там трусы, боящиеся расстаться с начальственными креслами. Но я опытный политический игрок. Я знаю, что если эта инициатива не пройдет на этой неделе, значит пройдет позже. Это правительство провалилось как в экономической сфере, так и в борьбе с коронавирусом. Нынешние показатели просто ужасают. 31% молодых израильтян лишены работы. Безработными скоро станут миллион наших граждан. Смертность от COVID-19 растет. Уже скончалось более 2000 человек. Коронавирус свирепствует в красных населенных пунктах. Мы наблюдаем также многочисленные нарушения закона. Вывод ясен. Это правительство должно уйти в отставку. Но Кнессет против этого вотума недоверия. Да, на вотум недоверия в Кнессете требуется время, чтобы эта инициатива набрала скорость. Но уже на этой неделе люди поняли, что можно сформировать новое правительство без выборов. Что одним нажатием на зеленую кнопку можно сделать так, что к вечеру Нетаньяу уже не будет премьер-министра. Мы эту возможность вынесли на общественные обсуждения на этой неделе. И сейчас эта мысль будет все глубже проникать в общественное сознание. Люди поймут, что можно поменять главу правительства без досрочных выборов. Все зависит от какой лаван. Если этот блок проголосует за, мы сможем поменять кабинет министров. Но в социологических опросах, которые публикуют СМИ, цифры не самые позитивные. Появился Беннет, религиозные партии есть. Они или Кут формируют устойчивую коалицию в случае выборов. Если посмотреть сейчас на опросы, все они дают примерно 70 мандатов оппозиции. Подобные одинаковые результат ясно показывает провал нынешнего правительства. И я не помню периода в нашей истории, когда был бы такой низкий рейтинг у действующего премьера. И такое малое число мандатов, согласно опросам. И вот тот состав, который вы перечислили, мы, Беннет, Либерман, Кахоль, Лаван, думаю, идеально подходит для правильной борьбы с коронавирусом. И в том числе арабский список. Арабов не будет в правительстве, поскольку они не хотят входить в него. Но нужно помнить, что вспышка эпидемии наносит удар и по арабскому сектору. Поэтому я, скажем, не буду вести переговоры с партией Балат, потому что это группка антисемитов, поддерживающих террор. Но нельзя забывать, что и среди медиков на переднем крае борьбы с COVID-19, и среди жертв этой болезни немало арабов. И мы должны научиться сотрудничать с этим сектором. Прежний политический порядок подошел к концу. Завершилась эпоха союзов по принципу «нравится-не нравится». В деятельности следующего правительства должны принимать участие все. Ультраортодоксы, светские, евреи, арабы, правые и левые. Поскольку у нас общая проблема – это коронавирус и экономика. Все остальное не должно интересовать нас сейчас. Нужно прежде всего заняться этими темами. Но то, что мы видим сегодня на улице, статистика улучшается, зараженных меньше. Может быть, тотальный карантин на это выход? Если сейчас отменят карантин, а уровень заболеваемости вновь повысится, что тогда делать? Нужно просто дать ответ на этот вопрос. Что будет делать Израиль в том случае, если в течение ближайших двух лет не будет создана эффективная вакцина против COVID-19? Мы же не будем сидеть два года в карантине, разрушая тем самым экономику. Поэтому мы должны научиться сосуществовать с коронавирусом, не доводя дело до уничтожения народного хозяйства. Вместо нынешнего карантина нужно было закрывать красные города и открывать зеленые. Или то же самое с красными и зелеными кварталами. И единственная причина, почему мы не использовали эту идею, заложенную в основе очень верного плана светофор, это то, что Нетаньяу боится своих ультра-ортодоксальных партнеров по коалиции. А они нужны ему из-за его судебного процесса. То есть этот человек отдает предпочтение своим политическим интересам, а не общественному здоровью и экономике. И все выглядит так, как будто против Нетаньяу ничего не срабатывает. Демонстрации, оппозиция в Кнессете, а Нетаньяу не потопляем. Это неверно. За последнее время у нас было три предвыборные кампании, и в двух из них мы его победили. У меня был мандат на формирование правительства, у нас было больше мандатов. И это еще в период предшествовавшей вспышки коронавируса. А сейчас мы из-за провалов Нетаньяу оказались в эпицентре опасного кризиса в сфере общественного здравоохранения и в экономике. И такого сильного поражения Нетаньяу не испытывал с самого начала своей политической карьеры. И тот, кто не понимает, что это в итоге отразится в цифрах, просто ничего не понимает в политике и в том, как устроено государство Израиль. Последний вопрос. Что будет? В декабре история закончится непринятием бюджета, и мы отправимся на выборы? Я думаю, что если нам не удастся свалить правительство, при помощи вотума недоверия мы отправимся на выборы в декабре. Нетаньяу, конечно, и секунды не думал всерьез выполнять условия своего договора с Гансом. И вообще, когда это он выполнял соглашение? Если мы отправимся на выборы, Нетаньяу проиграет. Спасибо за это интервью. Вы смотрите программу «Израиль за неделю». Политику недели, ее итоги продолжим обсуждать с нашими гостями. К нам в студии присоединились ведущий авторского проекта, эксперты Толстоевский, организатор движения «Время перемен» Андрей Сигал и член Центра Ликуда, архитектор Михаил Лобовиков. Господа, добрый вечер, Шавлатов. Добрый вечер. Я вот уверен, что из вас двоих разочарован итогами вот этого непрошедшего конструктивного недоверия был Андрей. А вы, Михаил, скорее всего, были рады тому, что ничего не произошло. На самом деле это так? Ну, в принципе, было понятно, что произойдет то, что произойдет. И, скорее всего, наверное, это все-таки была какая-то такая пиар-акция Ешатиды. И поэтому мало кто верил действительно, что вот им недоверие пройдет. Потому что основная часть... И мы знали с самого начала, что Кахой Лаван, конечно, не проголосует так, как мы хотели проголосовать. Так, как мы хотели, чтобы все проголосовали. Но да, можно сказать, что мы разочарованы. Я лично разочарованы. Но цель «Времени перемен» — это как раз смена правительства, смена курса, смена всего. То есть вот революция, там черные флаги. Ну, вообще «Время перемена», оно основано, конечно, на демонстрациях. И, соответственно, демонстраций сегодня есть много очень движений, которые заявляют о демонстрациях. Есть «Крайминистр», «Мнемастер-Минутаким» и «МАО». То есть есть практически около 10 движений. Каждое движение приходит какими-то со своими специфическими требованиями. У «Времени перемен» есть свои специфические требования, которые касательно русскоязычного сектора, плюс дополнение к общепринятым. Конечно, да, мы против коррумпированного правительства. Мы за отставку премьер-министра. Михаил, на ваш взгляд, судя по всему, все прошло так, как нужно. Ну да, это была еще одна часть этого фарса, который мы наблюдаем последние полтора года, когда пытаются сменить законно избранное правительство, в данном случае правительство национального единства, которое нам пришлось пойти против после того, как у нас здесь прошли три кампании выборов, абсолютно ни о чем. И это была попытка Лапидо доказать, что он имеет право на какое-то политическое существование, потому что другим способом он этого доказать не может. Он провалился. И поэтому это осталось уже позади. Поэтому у нас впереди реальные задачи, которые нам нужно решать, и мы этим занимаемся. Но вы выходите тоже на демонстрации с противоположной стороны от Андрея. Я знаю, что в течение вот этой прошедшей недели вы несколько раз выходили в поддержку Нетаньягу. Есть ли у Нетаньягу такая поддержка в КНЕСТе? Зачем выходить на улицы? Это не в поддержку Нетаньягу. Это именно акция, балансирующая то, что мы видим эти хорошо отрежиссированные, хорошо проплаченные демонстрации чернофлажников, которые выходят, размахивают черными флагами, скандируют какие-то абсолютно бессмысленные лозунги, за которыми не стоит никакой конкретной программы и даже никакого протеста. Это личные нападки на Нетаньягу. И поэтому многим людям это просто надоело. Люди устали от этой ненависти, от этого подстрекательства, от этой личной вражды к Нетаньягу, которой нас пытаются утопить последние три года. Давайте вспомним то, что здесь происходило. Абсолютно бессмысленно, без какого-либо курса, который они предлагают. И в то время, когда у нас сейчас есть ситуация, когда мы боремся с коронавирусом, когда у нас есть реальные проблемы в экономике, когда у нас есть масса других проблем, которые нам нужно решать, и которые это правительство решает, то эти люди пытаются, и мы видим, как эти демонстрации происходили на Бальфоре, когда там не соблюдалось никаких правил безопасности, и там люди заражались коронавирусом, и оттуда это разносилось по всей стране. Мы вышли с флагами Ликуда, с флагами Израиля, с белоголубыми флагами, заявить, что есть другой Израиль, есть люди, которые стоят на принципах сионизма и национального лагеря, и мы получаем колоссальную поддержку на перекрестках. Вы получаете поддержку на перекрестках, либо у вас выход на демонстрацию, это, ну, скажем так, какой-то экстремальный вид спорта. Ну, судя по тому, что происходило там на Бальфор в последние недели, в общем, похоже на экстрим. Ну, во-первых, я хочу в продолжение тому, что Михаил сказал, я бы хотел напомнить все-таки какие-то азы демократии, да, мы говорим о том, что демонстрации, митинги, это, в принципе, неотъемлемая часть демократического гражданского общества. Люди отчаялись, люди выходят совершенно не для того, что, как вы говорите, Борис, это какой-то экстрим. Мне просто не совсем понятно, каким образом вот люди приходят и говорят, что те, кто, вот эта вот мантра, которая постоянно повторяется про анархистов и так далее, и тому подобное. Мы видим, что люди выходят туда. Вот время перемен, там нет никаких анархистов, там есть левые, правые, там есть любые виды. Но вы часть того, что происходит на Бальфор. Мы часть общего митинга, и там есть не только черные флаги, туда приходят любые флаги, каждый человек волен прийти с любым флагом. Я хочу Михаилу напомнить, что на протяжении всей истории Израиля всегда у нас были демонстрации, мы можем вспомнить демонстрации 2011 года, миллионы демонстраций. 90-е годы, когда люди выходили против... Да, имели какой-то смысл. Я секунду продолжу. Были какие-то требования. Секунду, можно мне продолжить свой день? Мы говорим про 90-е годы, когда люди выходили против соглашения ОСЛО. Люди выходили против разрушения поселения в Газе. Я хочу напомнить нашим зрителям, которые... Да, но там было 500-700 тысяч человек, там были миллионные демонстрации, которые так или иначе влияли на повестку дня. По опросам, социологическим опросам, которые мы получаем, все, что происходит с протестным движением против Нитаньягу, не имеет никакого смысла. Когда мы говорим, что это не имеет никакого смысла, я с вами соглашусь. Потому что, во-первых, демонстрации, они формируют общественное мнение раз. Они привлекают себе внимание СМИ, привлекают себе внимание телевидения. То есть мы выходим, чтобы высказать определенные вещи, которые нас не устраивают. И я считаю, что демонстрация – это, да, легитимный способ сделать это. И многие, кто выходит, так считают. Когда мы говорим о каком-то определенном количестве демонстрантов, то есть 40, 50, 60 тысяч, это тоже неверно, потому что сегодня есть аппликации, в которых ты записываешься. Люди, которые выходят на митинги, мы знаем, что речь идет о 100-150 тысячах людей, которые выходят за километры от дома. На сегодняшний момент можно выходить уже больше, дальше, чем на километры от дома. Но количество демонстрантов, оно превышает 100 тысяч человек. И это большое количество людей. Где невозможно говорить о том, что это что-то, на что мы не можем обратить внимание. Но в правом лагере на этой неделе появился новый аргумент, да, история с Мандельблитом, его телефонным разговором, который опубликовал 12 канал. То есть вы теперь еще более уверены в том, что Бальфор и черные флаги – это не про демократию? Ну, во-первых, есть еще также вопросы символики и то, что эти демонстрации собой символизируют. Когда люди выходят с фашистскими флагами, с флагами анархистов и с флагами исламских радикалистов, потому что это символизирует черный цвет. Михаил, когда есть много людей, которые работают, всегда есть какие-то, да, конечно. Черные флаги всегда были флагами анархистов и фашистов. Это был флаг Муссолини. И поэтому странно видеть его здесь, в Израиле. И это вызывает у многих людей полное отторжение и непонимание, что вообще за этим стоит, кроме экстремизма и анархизма. Но вы правильно упомянули, что действительно проблема, которая у нас есть, это не проблемы, которые пытаются озвучить и у них-то не получается демонстрация с черными флагами. Это проблемы, которые заключаются в коррумпированности нашей бюрократической системы и в первую очередь ее судебной ветви. Проблема с Мандельбитом, которая каждую неделю приносит новую какую-то сенсацию грустную о том, насколько эта система коррумпирована, насколько Мандельбит вообще нарушает законы самим фактом своего нахождения в своих должностях, которые он незаконно получил, потому что это вообще скандал. Ну да, он же незаконно, он назначен в принципе в связи с подачей Нетаньягу. Я бы хотел задать вопрос, где был тогда ваш лидер в последние 11 лет? У меня он назначен с подачей Нетаньягу. Мандельбит был избран независимой комиссией, на которой он был почему-то независимым единственным кандидатом. При этом он скрыл факт того, что против него ведется полицейское расследование. он скрывает до сих пор изобличающие его кассеты по делу Арпаза и Ашкенадзе. Там есть масса, там скрываются каждый раз новые проблемы. Мы говорим о том, что там происходило между ним и генеральным прокурором Шаем Нетаном. И там каждый раз возникает какая-то новая история, которая говорит, насколько эта система коррумпирована, насколько она не в состоянии справиться со своими задачами. И мы давно об этом говорим. Мы говорим, что нужно провести глубокую реформу судебной системы, заставить, наконец, эту систему работать не на себя, а на граждан, и решить эту проблему, наконец. Для ваших сторонников история с Мандельблитом, она действительно значит что-то? Либо это просто, скажем, там, слив информации? Ну, с нашей точки зрения, во-первых, мы смотрим, каким образом Микки Зор это все выставляет. Ну, человек приходит, просто угрожает. Мы видим, что конкретно себя Ликут представляет. Я бы хотел пару слов только ответить Михаилу. Вот вы себя позиционируете каким-то человеком, серьезным человеком, да, вы там в полиции, я так понимаю, работаете или на добровольных началах. Да, да. И в армии. И каждый раз, когда я вижу или слышу, как вы выражаетесь, у меня постоянно возникает вопрос. Вы действительно считаете, что Израилем сегодня управляет какая-то левая хунта, которая выражена полицией и какими-то юридическими системами? Если да, то вот у меня вопрос, который я хотел до этого вам задать. Где был ваш лидер до этого момента? То есть, каждый раз, когда я этого слышу, я понимаю, что у нас премьер Бениамин Таняуси с 2009 года, премьер-министр, там, ну, иногда это менялось, но, в принципе, он с 2009 года сидит в своем кресле. Так вот, с того момента, когда мы это видим, вы постоянно пытаетесь, я понимаю ваше желание попасть в КНС на какое-то там завербованное место для... Можно я вам отвечу на ваш вопрос? Да, конечно. Не переходя на личности. Обязательно. Если мы вспомним хронологию, которую мы обычно забываем, потому что мы с трудом помним, что было неделю назад, то все проблемы и вся эта волна ненависти к Нитаниагу началась хорошо срежиссирована в 2017 году. После того, как в 2016 году Нитаниагу инициировал реформу судебной системы, в первую очередь, систему назначения судей. После того, как этот вопрос был поднят, после того, как судебная система испугалась, и там стало ясно, что действительно намерения серьезные, то буквально через полгода после того, как Нитаниагу поднял этот вопрос, против него были открыты все судебные дела, одно за другим. Вдруг выяснилось, что он ужасный преступник, коррумпированный, не знаю, убийца, насильник, и против него открыли все эти дела, и пошла вся эта свистопляска ненависти к Нитаниагу. С тем, чтобы не допустить, и чтобы он не сделал эту реформу, которую он говорит, которая давно назрела, потому что вопрос назначения судей это кругольный камень этой проблематики, только в Израиле. Хорошо, но те люди, которые считают, что... Судя назначают сами себя... Михаил, представьте себе, если бы сегодня... В отвечать всем других демократических стран. Вы представьте себе... Да, мы говорим про демократические страны. Представьте себе боль. Если бы сегодня, на сегодняшний момент, например, где-то в Дании, в Швейцарии, в Швеции, или, я не знаю, или в Финляндии, или в Соединенных Штатах, или в той же Канаде, премьер-министр только заподозрили, обвинили в коррупции, вы считаете, что население бы это приняло? Я вам скажу, что бы не приняло, и оно бы сказало в первую очередь им пойти отчиститься. А у нас получается абсурдная ситуация. Ну, вы знаете, у нас... Премьер-министр обвиняют у нас в коррупции, на нем висят три дела. Он делает все возможное для того, чтобы отсорочить тот момент, когда он сядет на скамью подсудимых, и он использует все рычаги влияния, будучи премьер-министром. Когда мы в этом как-то судебной системе, которая им же обвиняется в коррумпированности. У нас вся верхушка Минфина, у нас получается, подали в отставку, потому что они не хотят на сегодняшний момент никаким образом не иметь ничего общего с политическими дрязгами. У нас нет генпрокурора, у нас нет государственного... Во-первых, мы живем не в Швейцарии, не в Канаде, мы живем по израильским законам, по израильским законам премьер-министров, после которого... Так вы считаете, что это да, возможно? То есть здесь это нормально? ...своей должности, и мы видим всю предвзятость, и всю непрофессиональную судебную систему. То есть вы не видите здесь никакой моральной подоплеки? Я вижу здесь колоссальную моральную подоплеку, когда судебная система, когда судья, которые получают зарплату в два раза большую зарплату премьер-министра, обвиняют его в коррумпированности, мне это выглядит странно. Почему судья должен получать зарплату в два раза большую премьер-министра и получать пенсию в тройном размере по отношению к другим работникам? Я перефоргулирую вопрос. Но на вас и на ваших сторонников, Андрей, не произвело впечатление откровения 12-го канала, вот эта информация. То есть вы все равно уверены, что дела против Нетаньягу не сфальсифицированы? Борь, я верю в нашу судебную систему, я считаю, что если премьер-министр считает, что ничего нет, то он может прийти и доказать, что ничего нет в суде. Но он вроде не отказывается от этого. Он вроде не отказывается, но он делает все для того, чтобы вот этот вот срок, когда он сядет, так сказать, на скамью подсудимых, максимально отсрочить. И это вызывает определенные подозрения. Ваших сторонников, сторонников Ликуда, вот вся эта история убедит в том, что голосовать на будущих выборах, которые рано или поздно состоятся, скорее всего в марте, нужно все равно за Нетаньягу и за Ликуд. Безусловно, потому что Нетаньягу доказывает, что он действительно выдающийся национальный лидер. Его результаты, его успехи всем очевидны. Всем очевидны предвзятые подходы к нему судебной системой, которая имеет всем видна масса нарушений процедуральных, которые допускает эта судебная система. Работа со свидетелями, давление на свидетелей. Вся эта проблематика. И мы требуем, чтобы в этой системе был наведен порядок. Потому что без этого демократия в Израиле не может существовать. И мы именно с этим пойдем на следующие выборы с требованием реформы судебной системы, с требованием того, чтобы государство работало на граждан, а не на чиновников. И мы победим. Согласен. Абсолютно на выборах все и решится. Многие говорят, что это произойдет уже в марте следующего года. Посмотрим, как проголосует страна и, возможно, каждый из нас. Спасибо, господа, за участие в программе. Шава Атов. Хорошей вам недели. Спасибо всем. Доброго здоровья. Всего доброго. Смотрите далее в программе «Израиль за неделю». На пороге мира. Израиль ратифицировал мирный договор с Объединенными Арабскими Эмиратами и начал переговоры с Ливаном о демаркации границ. Смогут ли в Рамале понять новые правила игры на Ближнем Востоке? Зум навсегда. Израильские дети частично вернутся в школы. Зум обучение продолжится для старшеклассников. Что можно выучить онлайн и как правильно это делать в эпоху пандемии? Классика 2020. Концерты под запретом. Культура в Израиле выйдет из карантина в последнюю очередь. Как справиться с отсутствием публики и не потерять квалификацию музыканту, живущему в маске. Наш гость – мировая звезда, дирижер и виолончелист Дмитрий Яблонский. Вы смотрите программу «Израиль за неделю». Еще одно важное, на самом деле, историческое событие недели. В прошедший четверг КНЕССОР ратифицировал мирный договор с Объединенными Арабскими Эмиратами. На этот раз практически единодушно против проголосовали только представители Объединенного Арабского списка. Нас ждут мир и дружба с Эмиратами, одной из ведущих стран Персидского залива. Израиль получит доступ к нефти, инвестициям и, как считают в Иерусалиме, надежного партнера по антииранской коалиции. Абудаби надеется получить выход на рынок израильского хай-тека, возможность вкладывать деньги в стартапы, короткий путь к Средиземному морю, то есть в Европу, и американское оружие. Плюс туризм, который интересует и нас, и жителей Эмиратов. В Рамале обиделись, в Брюсселе и Москве изучают ситуацию, в Ангаре и Тегеране, двух основных антигероях региона, серьезно напряглись. Новый Ближний Восток явно не укладывается в привычные рамки. К нашему эфиру присоединился бывший посол Израиля в России и Украине, ведущий эксперт Института исследований в сфере национальной безопасности Цвимаген. Добрый вечер, господин Цвимаген Шавуатов. Добрый вечер, Шавуатов. Подписание мирного договора с Объединенными Арабскими Эмиратами и финальная стадия ратификации договора в Кнести. Насколько это вообще действительно историческое событие? Есть критики процесса, которые утверждают, что все это не слишком. Это действительно, по-моему, беспрецедентное даже, я бы сказал, событие, потому что оно практически меняет полностью, скажем, обстановку или картину международных отношений и в регионе, и вне региона тоже. И это не просто еще там пару таких не очень главных государств в регионе, а это смена курса, по-моему, основного блока арабских государств, которые сменили стратегию по отношению к Израилю. Если предыдущая стратегия означала в какой-то мере, скажем, блокировку Израиля, конфликт с Израилем, выставление условий, касающихся, скажем, того или иного палестинского решения, то это нынешнее решение означает отказ от предыдущей политики и открывает двери вообще новому направлению отношений. В этом отношении не имеет теперь уже значения, что там да или нет получится с палестинцами, я понимаю, что получится со временем, а имеет значение то, что теперь практически совершенно другие отношения именно в этом контексте. Естественно, кроме этого, есть непосредственно разные многосторонние и двухсторонние отношения, у которых и те или иные экономические, и те или иные, скажем, внешнеполитические аспекты. Но основное это прорыв этой блокады. Как это будет выглядеть теперь? Во что превратится мир с Эмиратами и с тем же Бахрейном? Это будет военный блок? Или мы просто будем хорошо дружить, подразумевая вмешательство Израиля в возможные конфликты этих стран с третьей страной, когда Израилю придется защищать своих новых партнеров? Ну, как минимум, это вторая возможность из того, что вы сказали. Но я понимаю, что будут или уже есть те или иные договоренности, которые означают само присутствие Израиля как сдерживающую силу. Это уже совершенно другой стратегический, так сказать, расклад сил. И возможности того или иного, скажем, участия в том или ином объеме Израиля в защите, обороне этих государств, и наоборот совместные, скажем, усилия, направленные на международное сдерживание Ирана или Турции и на другие, скажем, внешнеполитические ходы. Это серьезно. Сунницкие режимы. Что их в первую очередь интересует? Ведь они не отказываются, например, от защиты палестинцев. Но их это мирное соглашение действительно волнует. Они в нем тоже заинтересованы. Иран для них так страшен. Не только, не только. Я хочу напомнить, что в последнее время были публичные высказывания разных, скажем, государственных мужей из этих государств. Несколько раз выступали разные, достаточно серьезные люди, которые, относясь к палестинскому вопросу, высказывались очень нелестно о палестинцах. И их не устраивает то, что палестинцы, как палестинцы ведут себя именно в этом отношении, они считают, что они просто позволяют тебе слишком много давления на весь, скажем, арабский международный коллектив. Они капризничают, они балуются, они давят, они используют те или иные возможные рычаги. И поэтому следует, наверное, разделить. В этом плане, что отдельно надо решать этот вопрос с палестинцами, но не увязывая это отношение между Израилем и государством и заливом в данном случае, но и другими тоже, что и происходит. Но будут ли они давить на Иерусалим в палестинском вопросе? Ведь, например, и Ордания играют очень про палестинскую игру. Где гарантия, что страны залива не будут вести себя точно так же? И Ордания в какой-то мере играла двойную игру, потому что у нее, в таком случае, так она считала, выхода нет. У нее очень серьезная проблема с палестинским населением у себя дома. Она не хотела выглядеть слишком произраильски настроенно, не хотела портить отношения с другим, поэтому она играла и на израильской площадке, и отдельно с палестинцами, пытаясь показать, что, то есть, хорошую, как говорят, мину при плохой игре. Но это временно, потому что если сейчас этот комплекс арабских государств, включая уже и Орданию, и Египет, и еще несколько государств по пути к присоединению, то, по-моему, меняется и атмосфера, и условия участия в этих отношениях. Поэтому и Ордания это уже не пример в этом отношении. А палестинцы, у них проблема, потому что теперь единственное, которое будут их поддерживать на практике, это в какой-то мере и Иран, и Турция, хотя они между собой тоже очень плохо ладят, но у каждого своя игра, и они, естественно, будут попытаться доказать, что они участники и крутые игроки и все, что с этим связано, но это, получается, уже совсем другой расклад сил, если палестинцы представлены именно этими игроками, которых очень плохо переваривают в регионе все арабские государства, то это уже другая обстановка, поэтому им придется выбирать, и я лично не сомневаюсь о их выборе, но вот они сейчас, а в будущем сначала они должны решить свои внутренние проблемы, их масса проблем. Но есть в этой истории еще два игрока, это Россия и Евросоюз. Как они себя поведут за договором с Эмиратами и Бакрыном? Судя по всему, последует договор с Саудовской Аравией, возможно, с Катаром. Тогда получается, что ЕС и Россия, ну, можно сказать, несколько лишние во всем этом регионе. Что касается Европы, у европейцев свой подход ко всем этим вопросам ввиду их отношений с Соединенными Штатами. Они не слишком горячие отношения, и поэтому любой внешнеполитический ход Соединенных Штатов рассматривается критично в Европе. И, например, отношения с Ираном, когда европейцы пытаются все же оказать давление для вопроса возобновления, скажем, договора с Ираном, например, и так далее. В этом отношении, это, да, 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 это спорный вопрос, но это, как говорится, в семье. И это семейный вопрос, который они раньше или позже решат, и Европа никуда не денется. Она, скажем, поддержит этот выбор арабских стран и будет, в конце концов, принимать участие. Что заканчивается России, то у нее действительно очень непростой выбор. Она оказывается теперь на стороне якобы меньшинства, она, в какой-то мере, партнер Ирана Ирана или там тех или еще иных изгоев в регионе, например, Сирии. И у нее свои особые, необязательно теплые отношения с Турцией. Ну и, естественно, она пытается играть на палестинском поле. На палестинском поле она играет очень неэффективно, потому что ее практически отодвинули от этой игры еще со времен Обамы, и она не сумела, Россия не сумела вернуться за свое, как она считает, место за этим переговорным столом. Но я смею надеяться, что у России это получится, потому что у нее выбор достаточно однозначен, и ей придется так или иначе принять участие, иначе она не серьезный игрок на международном поле, что называется. И она, насколько я понимаю, пытается отыграться в том плане, что не исключено, что она сможет попытаться добиться возобновления отношений между Израилем и другими игроками. Я напоминаю, что есть и Турция, и Иран, и Сирия, и даже палестинцы. На этом участке она пытается принять участие, позитивное участие. И если это получится, я буду, конечно, поддерживать это решение. Господин Маген, спасибо за участие в программе. Ваш комментарий, хорошей недели. Шавуатов. Шавуатов, спасибо. Вы смотрите программу «Израиль за неделю». Хорошие новости на этой неделе тоже были. Наша сборная по футболу обыграла команду Словакии в выездном матче Лиги нации со счетом 3-2. С пятницы начал свою работу аэропорт из Бен-Гуриона. Теперь можно хоть куда-то улететь. Еще хорошая новость. Завтра в Израиле начинается, должен начаться выход из карантина. Младшие школьники в ближайшие дни вернутся в классы, то есть будут учиться, как обычно. Старшие пока останутся на дистанционном обучении. Нас спас ЗУМ. О том, что такое израильское дистанционное образование и как его пережить, поговорим с нашей гостью Юлией Судаковой, психотерапевтом, родительским консультантом института имени Адлера. Юлия, добрый вечер, Шаватов. Здравствуйте, добрый вечер. Знаете, вот буквально несколько дней назад разговаривал с коллегой, который мне сказал, что жизнь изменилась до такой степени, что раньше он возвращался с работы и делал домашнее задание, а теперь он сидит со своим ребенком, который смотрит в ЗУМ, и школа пришла к нему. Слушайте, ну это же стрессовое состояние, стрессовые ситуации. Это действительно стресс для школьников, для родителей, для тех же учителей? Смотрите, я думаю, что положение, оно действительно нелегкое. То есть я согласна, что раньше дети вставали утром, кушали завтрак, брали сумки, шли в школу, и родители со спокойной душой уходили на работу. Некоторые работали из дома, но дети находились какое-то время, 5-6 часов в школах, и там они учились. Сейчас дети встают, утром, кто завтрак, кто нет, открывают компьютер, и школа, в принципе, приходит к нам домой. Это стрессовая ситуация, потому что, и для учителей, потому что они теперь чувствуют, что они преподают не только учеников, но и их родителей, которые находятся постоянно дома, те родители, которые находятся дома, и для родителей, потому что они чувствуют, что они должны постоянно помогать, ввести ребенка в ЗУМ, вывести его из ЗУМа, объяснить, что... И для детей, потому что нету этого именно ощущения, что я нахожусь в классе с своими друзьями, со своей учительницей, есть очень много вокруг шума, то есть есть и дети, и учительница, это компьютеры, родители дома. То есть, конечно, положение, оно для всех, оно очень непростое. Как справиться с этим стрессом? Ну, невозможно же ребенку объяснить, что вот вчера ты в компьютер заходил, включал компьютер для того, чтобы поиграть, а сегодня это вот это, вот так вот выглядит твоя школа. Что должен родитель сказать или объяснить ребенку? Во-первых, я думаю, что дети в большей степени уже поняли, что это так их обучает, потому что это не новая ситуация. Мы начали в прошлом году... да, с точки зрения того, что в марте все началось. Началось в марте, многие дети, кроме первоклашек, конечно, многие дети уже в марте так учились, то есть слово Zoom уже у нас в лексиконе, и не только у нас, но и у наших детей тоже. Конечно, нужно объяснить ребенку, что так же, как есть какой-то распорядок дня, который был до этого, есть и сейчас, только он немножко поменялся, посидеть вместе с ребенком и вместе с ним показать ему какой-то распорядок дня. И, конечно, надо сделать... По отдельности есть младшие дети, которым наша помощь нужна больше, есть старшие дети, которым наша помощь нужна меньше, и есть подростки, которым наша помощь не нужна вообще, кроме как их поднять с кровати, чтобы они, да, зашли в компьютер и начали учиться. Но можно ли говорить о том, что Zoom это все-таки лучшее решение в той ситуации, которая есть сейчас, либо родителям нужно каким-то образом влиять на ребенка таким образом, чтобы он не зацикливался на компьютере, а понимал, что учеба это не только вот это вот виртуальное общение там с одноклассниками и, ну, разумеется, с учителем. Смотрите, я считаю, что родители должны влиять на ребенка и когда есть Zoom, и когда нету Zoom, то есть когда ребенок приходит из школы, почти у всех детей есть какие-то кружки, есть какое-то образование или какие-то интересы после школы. Я считаю, что это должно продолжаться. Естественно, сейчас нету кружков, но любой родитель может заинтересовать ребенка чем-то больше, чем обучение по Zoom. Но каждый родитель, я считаю, должен объяснить своему ребенку, что это то, что есть в данном случае. То есть да, нужно заходить, и да, нужно учиться, и это то, что есть. Это как бы класс, только вместо того, что мы идем в класс, класс приходит к нам. Помогает ли составление какого-то, ну, не знаю, расписания, каких-то введения правил, ну, вот мои две младшие дочки, они тоже учатся в Zoom фактически. То есть каждое утро они просыпаются, умываются, одеваются в школьную форму, собирают рюкзак и переходят в отдельную комнату. Вот это элемент игры с одной стороны, а с другой стороны вроде как помогает. Это очень важно. Я считаю, что это очень помогает, это очень важно. Вы знаете, сегодня я утром была в Zoom с учениками, и я видела учеников, которые сидят за столом, которые уже видно, что они уже после почистили зубы, они уже как-то оделись, даже если это не футболка школьная, но это уже одежда. И есть дети, которые я видела, которые лежат в кровати, которые переворачиваются сбоку на бок, сосредотачиваясь к ребенку, как он может сосредотачиваться, это очень влияет на то, как он сидит, или он лежит на кровати, или он сидит за столом. Поэтому я, да, советую, чтобы дети утром умывались, завтракали, одевались, и садились за свой стол или в какое-то место, там, где они учатся обычно, и за столом уже есть все тетрадки, все учебники, пеналы, все, что им нужно на эти пару часов, и тогда они чувствуют, что они перешли именно в учебу, они перешли именно в этот свой класс, так сказать. Я знаю, что во многих школах сейчас именно вот эти онлайн-уроки немного сокращают, преподаватели делают специальные презентации учителя, записывают какие-то видеоуроки для того, чтобы ребенку было, ну, легче, наверное, сосредоточиться. Подготовка учителей, она стала намного более серьезной, то есть, если раньше учитель, он знал, что он приходит в класс, он должен подготовить урок таким или другим способом, сейчас они должны подготовить урок намного серьезней, что я имею в виду, чтобы привлечь, удерживать внимание. Ну, во-первых, удерживать внимание, во-вторых, если нельзя, ребенок может сосредоточиться, когда с ним говорят не больше 15 минут, то есть, урок не может проходить 15 минут, то есть, это надо или записать что-то на видео, или подготовить какие-то слайды, чтобы им показать, то есть, именно чем-то обширить, сделать что-то более интересное, чем просто прийти в класс и преподавать. нет у вас ощущения, что закончится в какой-то момент коронавирус, закончится наш карантин, все должно будет вернуться как бы к нормальной жизни, но ЗУМ все равно останется частью вот этого школьного образования в неком новом мире после. Я не думаю, что ЗУМ останется частью образования, но я, да, думаю, что то, что мы выучили и ту технологию, которую мы освоили как взрослые, даже люди, как учителя, я думаю, что это будет нас продолжать и это продолжит как бы идти вместе с нами, потому что я не думаю, что мы сможем вернуться и даже обучать так, как мы обучали до короны. Я думаю, что это именно то, что, скажем так, плюс этой короны, которая заставила нас немножко продвинуться в плане технологии, в плане мыслей, в плане как бы и быть немного более как бы подумать немножко по-другому, как мы еще можем преподавать детям, не просто зайти в класс, сказать, сейчас начинается урок математики, доставайте ваши учебники, а сделать что-то это более интересное. И поэтому я думаю, что то, что будет после короны, я не думаю, что будет ЗУМ, но я, да, думаю, что в плане технологии мы намного ушли дальше. Ну, вот так, есть всегда хорошее, даже когда все округ, ну, скажем так, не очень хорошо. Юлия, спасибо за участие в программе, шава атов, хорошей вам недели, и до встречи. Спасибо вам также, всего доброго. Смотрите далее в программе «Израиль за неделю». Классика 2020. Концерты под запретом культуры в Израиле выйдет из карантина в последнюю очередь. Как справиться с отсутствием публики и не потерять квалификацию музыканту, живущему в маске? Наш гость – мировая звезда, дирижер и виолончелист Дмитрий Яблонский. Вы смотрите программу «Израиль за неделю» и о культуре, правда, в коронавирусном контексте. Несмотря на то, что страна так или иначе начинает выход из карантинного состояния, кто-то выйдет первым, кто-то позже. Последними в списке окажутся музыканты, театры и музеи. Вообще, ситуацию с культурой и короной можно сравнить с каким-то бесконечным кошмаром. Даже после первого карантина летом концертная деятельность не была восстановлена в полном объеме. Ну или не восстановилась в принципе. Осенний карантин в этом отношении прошел примерно по тому же сценарию. Подробности узнаем у нашего гостя в студии Дмитрия Яблонский, виолончелист и дирижер, суперзвезда мировой классической сцены Маэстр, добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо, что пришли. И все-таки вопрос, вы как выживаете вот с этими масками, с отсутствием концертов и вот со всем, что, ну, не должно нас окружать, а вас это касается, мне кажется, не в последнюю очередь, а может даже в первую. Ну, вы знаете, это очень трудно. У меня был шок в марте, когда я фактически сел на последний самолет 15 марта Мадрид-Тель-Авив. Я действительно не знал, что будет с нами завтра, послезавтра. Конечно, уже более полгода спустя как-то мы не то, что привыкли, не дай бог, привыкать к таким ситуациям. Вот, я думаю, что на уровне каждый человек, это не только музыкант, не только актер, но люди, которые работают в театрах, которые тоже в шоке. Многие потеряли работу и, в принципе, правительство, к сожалению, многие правительства мира разных стран ничего не делают по этому поводу. Насчет короны, мне кажется, знаем все меньше и меньше. А ее все больше и больше. А я все больше и больше. Хорошо. Вы общаетесь со своими коллегами в разных странах. Я уверен, если не ежедневно, то еженедельно это точно. Ну, конечно. Ваши друзья это элита мировой классической музыки, которые оказались, ну, примерно, наверное, в той же ситуации, что и мы. Что они рассказывают? Как у них там? Вы знаете, элита, это вы хорошо сказали, элита классической музыки. Мне кажется, что в классической музыке не существует элита. Элита есть в суперзвездах, как Майкл Джаксон, Мадонна. Вы знаете, вот это вот как бы элита супер-суперзвезда. Ну, ладно, не скажите. Все-таки музыка, это чуть-чуть, чуть-чуть нужно опуститься на землю и как бы успокоиться, чтобы называть там суперзвезда элита. Очень все трудно. Многие потеряли 200 концертов, кто-то потерял 2 концерта, кто-то потерял вообще. Все, но люди как-то стараются. Знаете, все вышли на YouTube, я тоже что-то, меня заставили сыграть, сказать, вот, но постоянно делать, конечно, это невозможно. Утром встал, почистил зубы и сразу включил камеру и начинаешь или играть, или говорить. Это ненатуральная жизнь, конечно. Вот поэтому это очень трудно, очень трудно сказать. Вот в России, например, как-то они начинают играть здесь тоже, кстати, маленькие ансамбли и филармония, может быть, не весь оркестр 100 человек, но 10, 5, ну, конечно, как бы полные, полные истории мы пока... Но все равно никакая интернет-активность, наверное, не заменит вот этого живого исполнения, контакта со зрителем, контакта с музыкантами, даже если зритель в маске, это хорошо. Но как справиться без зрителя вообще? Никогда в жизни это не заменит, конечно. Я думаю, что также нервы оголены у всех, то есть напряженность не только из-за музыки, а напряженность и не только у нас. Я думаю, что, естественно, что человек культуры как бы, да, должен об этом говорить, но многие люди потеряли работу и многие войны начинаются, знаете, как бы просто сумасшедший дом, конечно. Я очень надеюсь, что это скоро закончится и все-таки есть какое-то будущее у нас, у наших детей, у наших внуков. У вас очень богатая биография, я думаю, что многие ее знают. Ну, то есть ваши путешествия начались в середине 70-х, вы были в отказе вместе с мамой и в 75-м вот вы оказались в Нью-Йорке. В 77-м, да, мы были отказники, в 77-м мы прилетели в Нью-Йорк, были счастливы. Но вот это вот ощущение вот этого шока от переезда первого и вот сейчас вот этот шок от коронавируса. Можно вообще сравнивать то, что происходит сейчас, с какими-то вот этапами в вашей жизни? Я думаю, можно, где вы начинаете часто жизнь с нуля и я эмигрировал в своей жизни 7 раз, я думаю, даже больше. Мы эмигрировали в Нью-Йорке, я вырос в Нью-Йорке, провел 4 года в Виевском университете, потом я приехал в Европу, жил в Париже, в Барселоне, в Норвегии. В 77-м году я попал в Азербайджан, познакомился с моим ближайшим другом Фархадом Бадаль-Били, народом артистом СССР, выдающимся пианистом. Мы там даже сделали фабрику фортепиано, сделали феерический фестиваль Габара, то есть мирового уровня. После Азербайджана, что вы? После Азербайджана я эмигрировал в Израиль, потому что я познакомился с своей будущей женой, Жанна Гандельман, которая концертмейстер руссарминского оркестра, потрясающая скрипачка. И, конечно, одно дело, я первый раз в Израиле был в 80-м году, если вы можете представить, и регулярно ездил, потому что сестра моей бабушки построила кибуц Афиким. Она приехала сюда в 22-м году. И поэтому, конечно, корни у нас у всех есть в Израиле, естественно, потому что евроев не так много в мире. Но, конечно, приезжать в Израиль, жить, это две разные вещи. Но вы выбрали в конечном итоге Израиль. То есть, вот как вы себя ощущаете как музыкант, как человек творческий? Я думаю, что я выбрал Израиль в 75-м году, когда нам пришел отказ в Москве. Это было очевидно, что Израиль это часть нас всех. Но я очень горд, что я здесь. Я преподаю в Троллейбургском университете в Веланчале камерной музыки. Я глава международных отношений. Поэтому мне очень хочется, чтобы израильские дети, еврейские дети не уезжали в Берлин, в Лондон, в Нью-Йорк. Если уезжают, то чтобы они приезжали обратно и строили культуру, где их корни, где их родители, где их бабушки и дедушки. Но все равно есть вот этот отток музыкантов из Израиля. То есть Израиль не самая комфортная или интересная для музыки страна, нет? Вы знаете, я думаю, что действительно трава зеленее на той стороне. А как у вас там? Кто-то спрашивает, знаете, человек живет в Америке. А как у вас там? Где у нас там? В Сеателе, в Техасе, в Нью-Йорке? Где там у вас? То есть где? Как бы в Хадере, на Мертвом море, в Аллатине. Я думаю, что люди просто очень такой курьез, как бы если есть такое русское слово, хотят, но познавать другое. Почему нет? Чтобы стать более полным человеком. В смысле, что вы знаете или языки, или я опять повторяюсь, или вы живете в Берлине, в Лондоне, где может быть классическая музыка, например, более популярная. Но в принципе, называть музыку классическую, это уже вас ограничивает. Как вы говорите, культура. Когда люди говорят культура, люди начинают бояться. Культура! Ой, весь мир! Кошмар культура! Поэтому, да, это нужно аккуратно. Дать музыка, музыка, культура, ну, культура это часть жизни должна быть. Надеюсь, когда-нибудь в Израиле все-таки классическая музыка станет серьезной частью нашей культуры, хотя мне кажется, что и сейчас все не так уж плохо. Не так уж плохо совсем. Не так уж плохо. Очень много оркестров везде, и все хотят, все очень оптимисты, и все хотят строить какие-то еще оркестры, еще какие-то кварзеты. Так что... Дмитрий Яблонский, спасибо за участие в программе. Всего вам хорошего, хорошего, легкого выхода из кризиса концертов и публики. Вам спасибо. Шавуатов. Вам спасибо. Это все на сегодня. О том, как мы проживем следующие семь дней, мы расскажем вам в нашей следующей программе «Израиль за неделю» на канале RTVI. Шавуатов, хорошей всем недели, удачи нам всем. Здоровья и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова